До церемонии награждения с новым почетным гражданином Чебоксар встретилась наш корреспондент Ольга Пырычкина. Она не только познакомилась с этим человеком поближе, но и узнала много нового о нашем городе. Мы находимся на одной из главных транспортных магистралей города Чебоксары, проспекте Тракторостроителей. Своё название он получил благодаря герою нашего репортажа. Но обо всём по порядку. 1973 год. На строящийся завод промышленных тракторов из Нижнего Тагила приезжает работать молодой, но опытный специалист Иван Долгушин. Спустя 44 года он, уже заслуженный работник промышленности, всё ещё в подробностях помнит день, когда с конвейера завода сошёл первый трактор. Это такое было, ну как будто вот у тебя родился ребёнок, и ты впервые стал отцом. Как корабелы вот делают, разбивают этот шампанское. Так вот мы положили две бутылки, раздавили их, и потом стёклышки каждый разобрал. Начал рабочим, а на пенсию вышел заместителем директора по быту и соцвопросам. Есть такая работа – обеспечивать сотрудников всем необходимым. На заводе работало 30 тысяч человек. 30. Для того, чтобы их накормить, надо было заготовить картошки 1600 тонн. Одновременно садилось кушать 4,5 тысячи человек. Сели полчаса, ещё 4,5 тысячи человек. Именно Иван Иванович настоял на том, чтобы один из главных проспектов города получил имя трактора строителей. При нём завод построил значительную часть Новоюжного района с Дворцом культуры, торговым центром Шапашкар, больницей, детскими садами и школами. Фразу я всегда вспоминаю Николая Анатольевича, по-моему, звали Варановский, который был первым стрелом обкома. Он на одном из больших совещаний сказал, то, что мы завод построим, это точно, во сомнении нет. Но вот надо нам приложить всё для того, чтобы за счёт завода построить город. Теперь город даёт долг, записав в ряды почётных 33-го гражданина заводчанина Ивана Ивановича Толгушина. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.